550 кругов и несколько часов напряженной борьбы. Так проходил финал 16-го картингового чемпионата Аймол Микс. Были команды из Ленинграда две, из Ленинграда, из Двери, из Нижнего Новгорода. То есть прям такой неплохой атлас получился. Чемпионат, который традиционно принимает Микс Картинг, представляет собой гонку на выносливость. Эдакий лиман, уменьшенный до масштабов картодрома. Первый пилот стартует, едет там максимум 30 минут или 35 минут. Потом его менеджер загоняет на пит-лейн, пилот заезжает на пит-лейн, соответственно. И другой пилот садится в первой стоящей карт, которая на смене находится, и выезжает дальше еле. В каждой команде по 4 пилота и менеджер, который выполняет руководящие функции. На нем тут и стратегия, и тактика. У каждой команды есть менеджер, это такой человек, который с наушниками у нас по рации, он сообщает пилоту, сколько ему еще ехать и когда заезжать. Он делает тактику и он отслеживает машины. И машины как бы все одинаковые, но техники не бывают одинаковые в априори. Какая-то чуть побыстрее, какая-то чуть помедленнее, какая-то умирает. Финал растянулся примерно на 5 часов, и напряжение планомерно возрастало. Но в конечном счете в гонках на выносливость побеждает выносливость. Пока все идет хорошо, мы с последнего места приехали на второй уже. До конца гонки еще примерно 400 кругов. То есть еще больше половины гораздо, чем сейчас мы проехали уже. Но все шансы выиграть есть у нас, да. Станислав не ошибся. Команде «Ракета» действительно досталось золото. Команда «Мади Картинг Тим» и «МКА» серебро и бронза соответственно. Для большинства из нас квадроцикл – это в первую очередь маленький вездеход. Однако такие машины могут быть и очень быстрыми. В этом воочию убедились зрители первого этапа чемпионата по квадрокроссу. Самый мощный 500-кубовый класс порадовал баталией Олега Моргунова и Ивана Трясова. Спортсмены упорно бились за лидерство. И только падение Олега позволило Ивану оторваться и спокойно финишировать первым. Не менее острой была борьба в классе 200 спорт, где молодые райдеры сумели навязать борьбу лидерам. Иван Крестов, несмотря на юный возраст, сумел финишировать на третьей позиции. Серебро досталось Павлу Шальникову. А победителем стал Саватий Смирнов из Санкт-Петербурга. Следующий этап чемпионата России состоится в июле в Набережных Челнах.